В школьной столовой еще пахнет свежей краской, но уже скоро здесь будут витать ароматы борща и хлеба. Пищеблок обновлен радикально, выполнен ремонт, установлены современные котлы и печи. Школа номер 149 готова принять учеников согласно всем требованиям, санитарных правил и норм. Горячим питанием дети будут обеспечены. В этом году, так как не было в июне летнего лагеря, у нас была возможность приступить к работам в середине июня. И работа закончена неделю назад. Сейчас мы все домываем, развешиваем шторки, расставляем посуду, раскладываем учебники. В тех школах, где пищеблоки не соответствовали современным требованиям, провели ремонт и замену технологического оборудования. Их работа будет обеспечена с большим запасом прочности. Сегодня, 17 августа, из 387 учреждений у нас принято 386. В рамках исполнения поручения президента об организации горячего питания во всей начальной школе был проведен полностью аудит и мониторинг готовности пищеблоков к организации именно горячего питания начальной школы. Точки роста, так называются эти кабинеты. Их создание предусмотрено федеральным проектом «Цифровая образовательная среда» национального проекта образования. В этом году они оборудованы в 50 замарских школах, по два в каждой. В общей сложности детские сады и школы Самары встретят 1 сентября в полной готовности. Еще никогда дети не ждали начала учебного года с таким восторгом. После долгого онлайн-обучения для них это возможность снова прийти на уроки, встретиться с друзьями и учителями. Важно в этот день создать атмосферу праздника, тогда и результаты учебы будут на высоте. Сегодня на совещании глава города Елена Лапушкина напомнила об этом районном администрации, чтобы к 1 сентября Самара приветствовала своих детей чистотой и порядком. Покос травы у нас с вами продолжается. Газоны чистятся, поливаются. Там, где у нас проходит программа «Комфортная городская среда», смотрите по прилегающей территории. Говорю вам про здания, про фасады. Говорю вам про объявления, которые необходимо зачистить, чтобы территория, в общем-то, сразу приобрела нарядный вид. При этом, чтобы учебный год прошел успешно, необходимо помнить и о требованиях Роспотребнадзора. Родители должны предупредить своих детей о необходимости в школьном коллективе соблюдать правила, которые защитят их от любого вируса. Олег Зверев, Василий Калдашов, Константин Головин. События.